Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и сегодня в нашем выпуске. Рашид Имрезов принял участие в семинаре совещания по подготовке материалов к заседанию Госсовета России в Великом Новгороде. Спикер парламента Александр Иванов и председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников обсудили расширение социального сотрудничества. Для предпринимателей Карачаева Черкесии провели семинар региональной бренды России «Новые точки роста». Военно-патриотическое воспитание в действии. В Черкесии прошел казачий биатлон на Кубок Атамана Потолпашинского городского общества. В Великом Новгороде глава Карачаева Черкесии Рашид Имрезов принял участие в семинаре совещания по подготовке материалов к заседанию Госсовета Российской Федерации. Тема расширенного заседания Президиума Государственного Совета, которое по поручению Владимира Путина состоялась сегодня о развитии рынка труда в России. Задача семинара, на котором присутствовали руководители федеральных министерств, так и главы субъектов – выработать предложение по дальнейшему улучшению ситуации на рынке труда и в сфере социальной политики. Развитие кадрового потенциала и синхронизация ресурсов и возможностей регионов с текущими потребностями общероссийской и региональных экономик. Глава Карачаева Черкесии Рашид Имрезов поздравил Братскую Южную Осетию с одним из главных государственных праздников – Днем Республики. Благодаря силе духа, решимости и сплоченности юго-осетинского народа, который боролся и верил в независимое будущее, Республика свободно живет и развивается от всей души. Поздравляю всех жителей и президента Южной Осетии Алана Гоглоева с этим замечательным праздником. Желаю Республике стабильности и процветания, мира и благополучия. Карачаева Черкесия продолжает оказывать необходимую поддержку бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава региона Рашид Имрезов. На этот раз по заявке военнослужащих 34-й мотострелковой бригады при участии депутатов парламента членов партии «Единая Россия» приобрели и отправили в зону СВО необходимую спецтехнику и полноприводный автомобиль «Нива». Нашим ребятам очень важна поддержка земляков и внимание. Верим в наших военнослужащих и ждем с победой», – подчеркнул Рашид Имрезов. Сегодня спикер парламента Карачаева Черкесия Александр Иванов провел рабочую встречу с председателем профсоюза здравоохранения России, председателем Общественного совета при Минздраве Анатолием Домниковым. На встрече присутствовали председатель правительства Мурат Аргунов, руководители профильных комитетов и ведомств. Стороны обсудили актуальные вопросы развития сферы здравоохранения в регионе. Важными вопросами, озвученными на переговорах, стали помощь медикам, работающим в зоне специальной военной операции и их семьям. Заключение соглашений с фондами, поддерживающими и участников СВО, и коллективным договором с медучреждениями. Также привлечение кадров и развитие системы оплаты труда работников в отрасли. Разговор зашел и о работе общественных организаций. По мнению сторон, усиление роли консультативно-совещательных органов даст возможность эффективнее решать разные вопросы с учетом мнения населения, в частности медицинских работников. С одной стороны, это позволит осуществлять общественный контроль, с другой, повысит доверие граждан к деятельности органов власти. На протяжении последних лет, когда началась модернизация здравоохранения, я думаю, что показатели у нас сегодня достаточно неплохие. А есть, которые очень даже неплохие, и люди, которые сегодня в здравоохранении работают, ну, они чувствуют поддержку органов власти, поддержку министерства здравоохранения. Ну, а ваш приезд тоже, соответственно, добавляет людям оптимизма. Наш профсоюз, он, в общем, один из старейших, как был, так и остается. Ну, там новая история, новейшая история, это все понятно, мы можем это опустить, но все равно, несмотря на все перипетии, несмотря на определенное охлаждение, так сказать, к профсоюзному движению, но, тем не менее, мы остаемся очень крупным профсоюзом, наверное, вторым-третьим в стране по численности, и нас более двух миллионов. Это само о себе говорит. Пандемия, она показала действенность медицинских работников. То есть, вот что мы были, есть и остаемся таким деятельным звеном общества, абсолютно точно. Сегодня в Центре молодежного инновационного творчества прошел семинар для предпринимателей из Карачаева-Черкесии, а также для всех, кто имеет отношение к объектам интеллектуальной собственности. Организатором мероприятия выступил Роспатент и Региональное министерство экономического развития. Для чего необходимо регистрировать товарный знак, товарное указание и место происхождения товара. Как предприниматели и производители товаров с помощью этого смогут защитить себя и свой бизнес от недобросовестной конкуренции. Знание этих нюансов позволит собственникам не только обезопасить себя, но и дополнительно заработать. Ваш регион действительно богат разными товарами. Это и блюда национальной кухни, это и изделия народно-художественных промыслов, это и сельскохозяйственная продукция, которая растет в вашем регионе. Вот все это является потенциальными региональными брендами вашего региона. И сегодня мы расскажем, как их зарегистрировать, как правильно подать заявку, насколько это стоит, сколько это занимает времени. Атрибутом любого успешного и динамично развивающегося бизнеса является его бренд. И как раз таки на сегодняшний день существует уже большое объемное законодательство по регистрацию интеллектуальной собственности. И нам необходимо уже вступать на эту тропу и уже понимать, каким образом нужно обезопасивать себя и свой бизнес, регистрируя права интеллектуальной собственности на свой бренд. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Завтра с 10 до 13 часов в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» пройдет прием граждан старшим инспектором отдела профориентации и профобучения Центра занятости населения по Черкесску. Приглашают всех, кто находится в поисках работы. Желающие могут обращаться по всем вопросам по адресу город Черкесск, Ленина, 154 или по номеру 20 12 12. Поддержка наших бойцов на передовой зоне специальной операции «Дело святое». В это активно включились от мала до велика. Наша телерадиокомпания также внесла свой вклад в общее дело. Мы уже рассказывали в наших выпусках о том, что вместе с активистами инициативной группы «За наших» сотрудники ГТРК «Карачаева Черкесия» тоже сопровождали гуманитарный груз. И совсем недавно на заседании КПРФ отметили наградами тех, кто поддержал защитников Отечества. Алла Качиева подробнее. Заведующий травматологическим отделением Детско-Республиканской больницы Марат Урусов, который с октября 2022 года со своими товарищами в составе группы медиков из Карачаевой Черкесии и Ставрополья спасает жизни раненым бойцам на фронтах СВО, приехал на пару дней домой. Патриота-доктора пригласили на заседание КПРФ, чтобы выразить слова благодарности за службу. Марат Умарович – доброволец. Добился отправки на фронт, несмотря на то, что у него имелась бронь, как у отца четверых детей. Почитал нужным, что надо ехать, помогать своим. Пошел добровольцем. Не взяли с первого раза. Потом через депутатов все так и взяли. Марат Урусов от имени бойцов и от себя лично поблагодарил всех неравнодушных людей, в том числе и инициативную группу «За наших», который с первых дней оказывает помощь и поддержку военнослужащим, участникам специальной военной операции. У нас есть много людей здесь, в Карачао-Черкесии, которые, не афишируя, просто так собирают грузы, отправляют КАМАЗы, и они непосредственно доходят до наших бойцов. Непосредственно, понимаете? Они конкретно работают. И вот тогда я задался целью работать с такими людьми в дальнейшем, потому что я считаю, что это люди благородные, которые с себя решили посвятить этому делу. 28 сентября будет год, как мы создали эту группу. Все это время, каждый месяц мы отправляем гуманитарную помощь. Лично я сам четыре раза там был. Один раз был прямо на передовой, на двое суток. Оставался там ребятами. Для меня это было честь, знакомство. Я сам лично видел, как все это происходит. Активисты инициативной группы «За наших», в том числе и сотрудники ГТРК Карачева-Черкесии Лиля Шуштаева и Расул Бердиев, неоднократно выезжали с гуманитарной помощью в зоны специальной военной операции. Жительница Прикубанского района Шахерезада Салпагарова сама за рулем грузовой газели из Карачева-Черкесии доставляла нашим землякам теплые вещи – продукты, медикаменты, воду и еще множество необходимых вещей. Груз, который собран при содействии инициативной группы «За наших». Ранее установили прямые контакты с военнослужащими выходцами из нашей республики. Гуман помощь собирается исходя из пожеланий бойцов. Так, по просьбе члена КПРФ, врача-хирурга Марата Урусова, был объявлен сбор денежных средств на приобретение автомобиля «Нива» для работы военных медиков. Первый секретарь Карачева-Черкесского республиканского комитета КПРФ Кемал Баттаев рассказал об этом лидеру коммунистов России Геннадию Зюганову, который поддержал эту идею. В этот день памятными медалями КПРФ, а также благодарственными письмами наградили всех, кто принял участие в этом необходимом и благородном деле. Алла Качива, Зубрат Халкечева, Мухаммед Ашубоков, Вести, Карачева, Черкесия. В Черкесске на базе тренировочного учебно-методического центра «Авангард» состоялись соревнования «Казачий биатлон» на Кубок Атамана Баталпашинского городского общества. Все подробности у Мурата Джанкозова. Баталпашинское городское казачье общество ранее выиграло грант от Министерства труда и социального развития на проведение казачьего биатлона. Наследство приобрели пневматические винтовки, макеты автоматов, патроны, магазины и другой инвентарь в планах учить юных казаков современным боевым искусством. В этом мероприятии входят военно-прикладные искусства, разборка-сборка автоматов, то есть подготовка детей, чтобы они имели какое-то понятие о воинской службе. Как раньше было у нас в классах МВП, сейчас его вроде возобновили, что-то подобное сейчас происходит. Разборка-сборка автомата, снаряжение магазина, ну и плюс история казачества, то есть интеллектуальный вариант этого мероприятия. Основными задачами авангарда будут подготовка к военной службе, военно-патриотическое воспитание. Наши воспитанники республики будут здесь проходить пятидневные сборы, помимо того, что мы проводим военно-патриотические мероприятия, они будут подготовка к военной службе. То есть наши ребята, наши республики, мы будем расти достойных защитников нашей могучшей страны, Российской Федерации. Казачий биатун состоялся при поддержке военного комиссариата Карачаева-Черкесии, отделения ДОСААФ, центра «Авангард» регионального штаба юноармии. Семь команд из городов и районов республики приняли участие в состязаниях. В команде шесть человек занимаемся в ДОСААФе, тренеры Чигаров. Готовились мы через день, получается, в понедельник, среда, пятница. Готовил нас Ахтей Мухтарович. Он показывал, как держать оружие, как правильно стрелять, разборка автомата и как правильно метать дротик, гранаты. Мы дважды участвовали в финале Всероссийской военно-спортивной игры победы в городе Герой Москва. Соответственно, дважды выигрывали республику в этой игре. Юноармия воспитывает доброту, справедливость, сочувствие, честность, верность к своей родине. И самое главное, военно-патриарическое воспитание даёт юноармия детям. Мальчишки и девчонки отрядами состязались в строевой подготовке, разборке, сборке автомата Калашникова, метании гранаты и дротиков и стрельбе из пневматической винтовки. Состоялся также квест «История Баталпашинского отдела», «Конкурс», «Статин в строю», «Силён в бою» и «Эстафета». По итогам казачьего биатлона на первом месте команда Баталпашинского городского казачьего общества «Пластуны». На втором юноармейцы отряда «Ураган». На третьем команда колледжа номер 7 республиканской столицы. А самые юные участники биатлона – отряд «Воины» – получили диплом за активное участие. Мурат Сантьёзов, Вести, Карачаева, Черкесия. Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаская». Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!